Выстроить полноценный диалог между Евразийским экономическим союзом и европейским, создать полноценную модель евразийской мировой безопасности и жёстче наказывать тех, кто нарушил условия договора о нераспространении ядерного оружия. Нурсултан Азарбаев представил своё видение развития Большой Евразии. Идеи первый президент Казахстана презентовал на пленарном заседании политического форума Астанаклав. Подробности Урины Панфиловой. Бесконечные торговые войны, резкая смена климата. Проблемы на евразийский континент накатывают, как большой снежный ком, который со временем может превратиться в лавину и рухнуть. Под угрозой мировая экономика. Как снизить риски глобальной рецессии? Этот вопрос уже второй день обсуждают ведущие эксперты из разных стран. Пятое юбилейное заседание Астанаклав традиционно проходит в самом центре Евразии, казахстанской столицы. За этим круглым столом с года в год решают ключевые вопросы глобализации и интеграции. Внутренняя транспортная связность евразийского мегаконтинента растет, и это открывает беспрецедентные возможности для совместного развития, считает инициатор проведения диалоговой площадки Нурсултан Назарбаев. Наряду с этим возобновляются конфликты и геополитические противостояния. Все очевиднее надвигается экономический кризис, замедляется мировая торговля, что подрывает мировую стабильность. «Важно срочно перезагрузить систему безопасности на евразийском пространстве», сказал Ельбасе и озвучил предложения, которые помогут разработать новые правила игры. Назрела необходимость в создании полноценной евразийской модели безопасности, которая совместит европейскую и азиатскую региональные системы. В 2020 году исполняется 10 лет с момента принятия Астанинской декларации ОБСЕ, в которой было отмечено важность формирования единого сообщества евроатлантической и евразийской безопасности. Эти вопросы могут эффективно решаться при объединении потенциалов в совещании по взаимодействию мерам доверия в Азии, который сегодня объединяет 27 государств Азиатского континента и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Мир безъядерного оружия – это залог будущего, и таким он в идеале должен быть. На своем примере это уже давно показал Казахстан. Теперь страна призывает к подобным действиям и другие республики. Нурсултан Назарбаев предложил создать глобальный альянс лидеров за безъядерный мир. В преддверии обзорной конференции договора о нераспространении ядерного оружия в следующем году нам снова следует задуматься о необходимости универсализации основных положений данного документа. Считаю, что необходимо ужесточить меры международной ответственности за выход из договора, подкрепив их соответствующими резолюциями на уровне Совбеза ООН. Вызывает волнение сегодня и нестабильная обстановка на Корейском полуострове. Северной Корее нужны действенные гарантии безопасности. Их страна ждет от всех членов Совбеза ООН. Урегулировать вопросы поможет и каталог мер доверия между Пхеньяном и Сеулом. Прагматичное сотрудничество между Евразийским экономическим союзом, Европейским союзом, ШОС, АСИАН, инициативой пояс и путь дал бы мощный импульс формирования большой Евразии, стабилизируя все политические пространства крупнейшего материка мира. Считаю абсолютно неприемлемой ситуацией, когда по сей день не выстроен полноценный диалог между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом. Нурсултан Азарбаев, как почетный председатель Высшего Евразийского экономического совета, пообещал лично оказать всестороннюю поддержку в этом вопросе. И отметил, что главное сегодня, чтобы страны Евразии работали как единый механизм, для того, чтобы реализовать потенциал континента. На сегодняшний день он огромен. По мнению ведущих мировых экспертов, начать работу следует с укрепления доверия. «Неважно, сколько у тебя оружия, если твой народ не чувствует себя в безопасности», заявил иранский дипломат. «Пока в одной стране хаос, другая не сможет стабильно развиваться. Мы либо плывем вместе, либо тонем. Поэтому сегодня необходимо сплотиться для решения общих проблем. Только так, основываясь на диалоге, равенстве и сотрудничестве, можно достичь поставленных целей». А что касается идей по строительству новой глобальной архитектуры Евразии, их детально озвучил Ельбасов. Господин президент, вы визионер. У вас есть видение далекого будущего. Ваши идеи и инициативы очень жизнеспособные. В частности, ваше участие в рамках сделки по Ирану. Касается это и этих переговоров, а также идей по созданию СВМДА и Нурсултана. Это все пример для визионеров и лидеров в нашем регионе, чтобы они шли таким же путем. Казахстан сегодня – это основной коридор для Европы и Азии. Оба региона зависят от стабильности экономического роста. Большую роль в этом вопросе играет Международный финансовый центр Астана, работа которого придает хороший потенциал для улучшения инвестиционного климата не только Казахстана, но и других центрально-азиатских стран. Об этом в 2018 году в своем послании народу говорил Нурсултан Назарбаев. Он отметил, что только те нации, у которых есть высокий человеческий потенциал, будут конкурентоспособными в 21 веке. В дальнейшем это поможет преодолеть ловушку среднего дохода и увеличить эффективность и рост казахстанской экономики. Важным элементом будет и ее диверсификация и интегрирование страны в глобальную цепочку поставок. Многовекторная политика, которая была создана Назарбаевым, вызывает мировое доверие. Инвестиционная активность на планете идет на спад, но Казахстан находится в уникальном положении. Здесь нет санкций, поэтому страна остается привлекательной для привлечения прямых иностранных инвестиций. А строить новую геополитическую конструкцию Большой Евразии помогает такая идейная платформа, как Астана Клаб, где будет услышано мнение каждого. Нужна разумная, консервативная государственная финансово-экономическая политика. Она в Казахстане сейчас есть, и в России она сейчас есть. Большие резервы, профицитные бюджеты, действуют бюджетные правила. И все это, конечно, создает ту подушку безопасности, без которой сейчас никак она обязательно должна быть. Она есть. Это вселяет оптимизм. Сразу после выступления спикеров перешли к дискуссии. Один из основных вопросов, который сегодня волнует мировую общественность – отношения России и Украины. Я встретился с господином Зеленским, послушал его. Буквально вчера говорил с Владимиром Владимировичем Путином на тему, как дальше продвинуть эту проблему. Ну, понятно, что отношения так раздвинулись, что они апеллируют на Запад Украины, Америки, европейским государствам, нормандскую четверку собраться и так далее. Я считаю, что надо отдельная личная встреча президента России и президента Украины. Я уже получил согласие Зеленского на тет-а-тет. Об этом сообщил президенту России. Теперь посмотрим. Если нейтральная площадка нужна, я предложил Казахстан. Площадку для переговоров Нурсултан Назарбаев предложил и представителям Южной и Северной Кореи. Все-таки атмосфера дружбы для Казахстана была и остается одним из самых значимых вопросов мировой геополитической повестки дня. Ведь именно уровень взаимной выгоды позволит преодолеть все трудности и обеспечить процветающее развитие Евразии. Как отметил Нурсултан Назарбаев, без стабильности на евразийском пространстве не сможет свободно развиваться ни одна страна. Поэтому сегодня важно масштабно мыслить и выстраивать конструктивный диалог. Тем более, что возможности для этого есть. За пять лет форум Астана Клаб, который проходит в этом зале, зарекомендовал себя авторитетной площадкой, на которой решаются важные мировые вопросы. И работа его будет продолжена и в будущем. Ирина Панфилова, Арман Акшабаев. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Хабар, 24.